Так, ну чё, я приехал в их мастерскую, погнали, навестим ребят. О, они тут курят. Это Егор, очень приятно, очень приятно. А вот здесь вот на этом компьютере был создан чертеж моего ремешка, да? Что это? Это какая-то ящерица игуана. Либо простое крепление, а-ля вот это. Да меня допёрло. Вот это прям весь скат, ничего себе. Кстати, ну скат вот реально круто смотрится. Вот, например, я использую три ножа. Потому что мы можем, в принципе, на металле нарисовать эмалью запечь. Блин, ребята, это очень приятная штука. Офигеть вообще. А, кстати, ну я хочу, чтобы он чуть-чуть сужался. Я вам сейчас покажу, что такое завтрак настоящего чемпиона. Вот это, кстати, вообще открытие моё недавнее. Невероятно вкусно и полезно. Просто кайф. Офигеть. etos на вкус. Мои-эр-коррорку. К ook сым Marshallу. По-острому соль. Затем в штуку. Получили два сорта поставок. 아파тируon бор 맞는 капиона к У ride. Готов�лавив, Ку-жут соль. но сегодня я не хочу кофе на утро я сегодня хочу чай зацените что у меня есть наличие выбора выбор всегда усложняет так что еще не хочу я сегодня хочу на утро не будем выпендриваться это будет какой-то black tea и еще с недавних пор по утрам я употребляю вот это aqua de trim потому что как выяснилось у меня вообще на нуле витамин d в питере живу ёпта чтоб все были здоровы сегодня еду к моим ребятам которые делают супер крутые ремешки если вы вдруг не смотрели мой ролик где я хвастался своим новым брендированным крутым ремешком от персидского обязательно посмотрите для начала если каратенчик у меня есть новая тема мы делаем ремешки причем не просто делаем ремешки мы делаем кастомизированные на заказ супер любой сложности и так далее и вот сегодня я хочу своим ребятам задать очень сложную задачку хочу сделать другой себе ремешок на мои любимые maris lacroix господи они реально мои самые любимые часы уже сколько лет я их ношу и вот просто они в идеальное у меня в идеальном состоянии я нашел маленькую маленькую царапинку вот здесь вот вот а недавно я опять сделал полировку вот этих площадок которые на корпусе и на самом деле ремешок вот сколько их нашу два года два года ремешок в отличном состоянии я должен это констатировать признать просто вот ну вот почти как нулевый я вообще очень к вещам щепетильно скрупулезно отношусь но хочется за два года я от них не устал нет они до сих пор вот говорю просто я в восторге от них но хочется их как-то освежить хочется что-то новенького свежего интересного но часы другие не хочется хочется эти короче мы подумаем с ними что можно придумать для этих часов и почему эта задача очень сложная потому что во первых тут крепление такое вот специфическая до сложная по почему потому что здесь вообще узкие ну то есть крепление нестандартная короче говоря и здесь супинатор вот такая твердая часть вот она идет вот я не знаю видите вы или нет вот идет она здесь твердая здесь твердая здесь менее твердая а вот здесь вот уже ремешок мягкий и то есть сам ремень он достаточно здесь твердая здесь мягкий короче я не знаю смогут ли они это реализовать и как мне очень интересно и давайте посмотрим конечно же я вам все покажу Значит, я с ними познакомлю вас Мы прогуляемся по их мастерской, сделаем экскурсию Потом мы вместе, я вам покажу, как мы будем обсуждать мой ремень И да, да, посмотрим, что из этого выйдет Все, погнали, срочно я беру вас с собой Собираюсь, поехали Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня в Питере какая-то сумасшедшая клевая погода У меня показывают термометр плюс 16 градусов Я проверил, это действительно так Правда, прогноз погоды показывает, что это все-таки ненадолго И обещают вроде бы сегодня и дождь, и завтра тоже дождь И все равно я в шарфе Блин, по привычке или... Но все равно ветер какая-то... Это Питер, блин, это Питер И у меня всегда в машине Кстати, есть у меня с собой... Да, у меня с собой есть зонтик Постоянно Почти как в Лондоне С недавних пор я живу за городом И, вы знаете, есть и плюсы, и минусы Этого всего мною задуманного мероприятия Но, блин, мне кажется, что надо что-то менять в жизни Надо пробовать что-то И засиделся как-то я на том дурацком, дебильном, пыльном, грязном, ленинском проспекте в Питере А тут природа Да, до центра добираться дальше, но не дольше, прикиньте То есть там у меня на Ленинском проспекте такие бешеные пробки всегда А здесь по километражу дальше Но по времени там до Петроградки доехать одно и то же И здесь нету пробок И вот посмотрите, какая дорога Просто шикардос Ну, короче, без пробок не обходится Даже в выходной день Сегодня еще и выходной день А вот смотрите, говоря о хорошей погоде Вот видите, вон там вот хорошая погода А вот там вот уже не очень И очень скоро будет не очень хорошая погода Вы знаете, есть такой хэштег Это Питер, детка Вот попробуйте, погуглите этот хэштег Там прям вот весь Питер во всей красе И очень часто плохая погода там, короче, показывается под этим хэштегом Так, ну еще я приехал в их мастерскую Погнали, навестим ребят Да, алло, слушаю, ага, хорошо договорились О, они тут курят О, они нет Это Егор, очень приятно Очень приятно Это Егор, это Денис Так вот А это 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 персидский Белыжный проволочек Почему написано место Х? О, это серьезная история В двух словах Прямо здесь на пороге не рассказать Хорошо, заходим Так, ну вот мы в месте Х Давайте пойдем по часовой стрелке Вот здесь вот у вас за стеклом что? Витрина Витрина Что здесь? Вот прям все-все-все ваши работы Ну тут вперемешку Наши часы, часы, которые в работе Часы, которые не наши, но нужны для фоток Мне всегда нравится что-то яркое Вот это у меня Похоже на Эрме Да? Именно так делали для девочки в Москву Четыре разных оттенка попали Девочка осталась довольна Все получилось Фотобокс? А, там вы фотографируете работы? Все как бы видите Все предельно просто У меня секретов нет Слушайте, детишки Да, пришли к тому, что Чтобы сразу заказчику можно было прислать То, как выглядит его заказ Нет ничего проще Кусок белого ватмана Закрыли шторой Сфотографировали на телефон Вот это памятники с чем? Это химия Химия? А химия что? Красить? Клей, краска, финиш Он даже смола для принтера стоит Кстати, по поводу принтера У вас есть принтер? Есть Покажите Вот он Такой вообще маленький Я думал, что он какой-то большой должен быть Куча инструментов Сяких Приборчика А вот это что такое? Это лазерный гравюр Аааа Вот здесь вот собственно и рождается гравировка Да Здесь пишут персидский И усы рисуют И усы рисуют Вообще на компьютере Ну да, действительно Да, вот здесь вот А вот здесь вот На этом компьютере был создан чертеж моего ремешка Да? Да Это мое рабочее место Журнал Компьютер Зарядки Провода То есть все мое Лампа, чтобы делать красивые длинные ногти Ха-ха-ха-ха Это тем, кому повезло их не сгрызть Это соответственно уже мое рабочее место Если так Вот это автомат занят Он чей автомат Это твой автомат, да? Это наш автомат Здесь все наше Тут три автомата и пылесос Да Вот, что это за насадки такие? Так уж складывается Что если человек Становится по жизни мастером Выясняется, что мастеру необходим инструмент Причем, как оказывается Что готового инструмента в мире Под задачи их не так много Поскольку у нас очень специфические задачи Большую часть инструмента Мы, в общем-то, изготавливаем сами Либо фабричный инструмент Доводим до кондиции Которые позволяют нам решать Сами инструменты изготавливаете? Нет, ну тут что инструмент? Понятно, что, допустим, условно Полировальный фетр ты заказал В одном месте Но он приходит на таком Стрёмном держаке Что тебе приходится Перекручивать его На нормальный болт Да, ну и соответственно Там нужной плотности Войлок Методом тестирования Что лучше На каких скоростях Под какие задачи Для полировки кожи Это одно Для полировки металлов Это другое Так что инструмент Вот, кстати говоря Приходится Самодельное Так, и вот этот Наглядный инструмент Чтобы показать Смотри Да Вот, например, я использую Три ножа Один только фабричный И то Изначально это нож Вот в японском стиле Но По Тому, что Вот ровная кромка И момент приложения Усилия Лучше всего сделала Как ни странно Вот контора Петроград Туз Наши местные ребята Железка отличная Все заточено Сведено А вот это Это кусок полотна То есть Так называемый Обычный Сапожный косяк То есть Он сделан Руками Соответственно Все примитивно Это вот Нож салика За сотку И режет Великолепно Так что Инструмент Повторюсь Он весь Под мастера Под задачу Так, хорошо Самое интересное Вот здесь Мне очень нравится Интересно Что это Откуда Как называется Зачем Почему Расскажите Органайзер Для кожи И совмещенный С нашей маленькой Там Не знаю Как это сказать Мини бар Мини бар А, мини бар Блин Я даже Кстати Не заметил Тут Ничего себе Он Так, а что Из кожи Есть такого Экзотического Интересного Необычного От задач Давайте Пляшем Чего хочется Прям совсем Совсем Того Чтобы Оторвало Или мы Оторвало Кожа ската Однозначно Оторвет Вот это Прям Весь скат Ничего себе Есть даже Ремешок Из него Вот это Класс Прям Уже Глаза Даже Вырезаны А еще Что-то У вас Есть А, кстати Есть Да Человеку Любит Желтый цвет В прошлый раз У нас этого Не было Что это Что это На что Похоже Вот Давайте Стоп Что это Сейчас Зрители Пусть поставят На паузу И Сейчас Нет Стоп Секунду Что это Это Какая-то Ящерица Игуана Сейчас Мы ящерицу Игуана Просто Для сравнения А Вот Это Варан Да А это А это Не варан Блин Так Хорошо Стоп Вот это Варан Вот это Тоже Варан А это Блин Сейчас Вот Нужно Показать Что Что это Зверек Ну Он Такой Маленький Что Это Рыба Что Ли Ну Что На хвост Русалки Это Видно Очевидно Что Реально Рыба Страусиная Лапа Это Страусиная Лапа Чертовски Правильный Ответ Это Страусиная Лапа Ура Ничего себе Страусиная Лапа Офигеть А покажите Рыбу Я знаю Что у вас Рыба Подайте Рыбу Подайте Белый Господин Жевает Рыбы Подайте Рыбу Пожалуйста Я просто В прошлый раз Впервые Увидел Что Вот есть Такая Зацените Кожа Зацените Кожа Рыбы Офигеть Просто Я впервые Вот это Все Вижу Я думаю Ребят Вы тоже Впервые Такое Видите Изнанку Тоже Рыбы Абсолютно Точно Да Ну вот Кстати Поизнанке Можно было бы И догадаться Что это Рыба Мне кажется Нет Когда Рыбу Чистишь Так Так А подождите А еще У вас есть Крокодил Черный Крокодил Офигеть Вообще Вот прям Весь Целый А Вы уже Чуть Воспользовали Конечно В целом Получается Ненадолго Почему Это Ровно Кто смел Кто-то Успел Прикольно Точно так же Как В позднесоветских Магазинах Там Висели Схема Разделки Мясо Вот Примерно По такой Схеме Разделывается И Шкура Крокодила Что На Костюмники На Какие-то Легенькие Такие Винтажные Берется Ближе К кузику Чтобы Была Ячейка Равномерная Мягенькая Приятная На Какие-то Дайверы Тяжеленькие Берется Ближе К Спине Чтобы Гребни Были Крупнее Вот Эти Вот И Соответственно Хвост Уже Берется Под Какие-то Крупные Модели Вот Такой Длинной Продолговатой Чешуей Классно Классно Но я так понимаю Что все цвета Какие Хотим А если Нету Вдруг То Можно Покрасить Правда Да Потому что На старте Хотели Собрать Всю Палитру Изначально Заводских Кош Прокрашенных Как Максимально Надежная Крепкая Фиксация Пигмента Пришли К тому Что Как Под Какие-то Задачи Нужно Просто Ловить Тон Полутон А как Сейчас Обстоят Дела С наличием Доставкой И так далее В связи Со всеми Событиями Печально Печально Как и совсем Да Пока Есть И на складах И свежие поставки Приходят Ключевое слово Пока Тут момент Скорее Не пока Тут момент Ассортимента Что Уйдут Какие-то Позиции Вот Например Есть Условно Крем Мелтонин П1 Те Кто В теме Те Понимают Что кремов Дофига Там Всяких А вот Этот Крем Его Заменить Чем-то Так Сходу Не получится И поэтому Вот он Останется Не останется Это вопрос Если останется То по каким Деньгам Тоже Так А вот Здесь Что Это Варенье Даже Я когда Варил По-моему В прошлом Году Ты еще Сам Варенье Варишь Да Есть У нас Один Очень Такой Колоритный Друг Александр Ясон Ему Кстати Привет Он По его рецепту Было наварено Варенье И вот оно Стоит Ждет Часа Не знаю Может быть Нас Сам Ясон Навестит И мы Зачаевничаем Возможно Персидский Скажет Ребята Давайте Не будем Бухать А просто Чаю Попьем С вареньем И мы Выберем А Егор Курит Еще и Трубки Я знаю Да Денис Трубки Курит А Да Как Он Подставил Товарища Нет Бо сказать Что Мамка Сделали Легкую обзорную Экскурсию По нашим Куритатам Да Сделали Что Хочешь Еще Давайте Перейдем К делу Погнали Погнали А дело Вот у вас Какое дело Вот такое Самое что ни на есть Морисы Лакруа Да Так Мы тут Решили Что я Как охеренный Чувак В ресторане Сижу И заказываю Блюдо Какое-то Да Формируешь Свою Хотелку Формирую Свою Хотелку Хорошо Ребят Значит Смотрите По поводу Моей хотелки Я когда ехал К вам Мы все Втроем Не помещаемся В кадр Чтобы людям Стало понятнее Давай мы с тобой Вместе придем Что я буду вам Говорить Денис здесь Егор здесь Да А я вот Как бы Сижу Как в ресторане Да Ну в ресторане Нормально Ты как в гостях У нас сидишь В гостях Да Хорошо Итак Значит Рассказываю Вот эти часы Я бы хотел Как-то Второе Дыхание Им Открыть И они Меня полностью Устраивают И абсолютно Прекраснейший Здесь шикарный Ремешок Но Хочется чего-то Блестящего Вот я Люблю блестящее Вот смотрите Я уже так думал Но может быть Вы меня сейчас Это тело Все отговорите Вот здесь Вот на кольцах У меня камушки Они блестят Вот здесь Вот тоже Камушки Зацените Браслет Вот видите Он блестит Так Сразу вопрос Это камушки Просто черные Которые блестят Или что-то Глубже Там Вот это Вот это Что-то Глубже Вот здесь Вот просто Камушки Которые Блестят Но И вот здесь Вот тоже У меня Что-то Блестит Ну тут Я не помню Я к чему спрашиваю К тому что Мы хотим на часах Чтобы это что-то Блестело Или чтобы это были Какие-то конкретные Камни Я бы даже сказал Можно без камней Но чтобы кожа Сама Вот какая-то Была более Вот она Вот здесь Нет 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 Идея инфрустации Какими-то камнями Она вполне себе Я почему Вопрос Это должна Блестеть кожа Или мы туда Должны сделать то Чего в принципе Нету Пока На рынке То есть Наверное Можно сделать То, чего нету На рынке Вот Тогда давай Суть идеи Вот Что бы мы хотели Сразу оговорюсь Что часы На мой взгляд Выглядят Очень сбалансировано Вот Как бы ни нужда Мы вообще бы их не трогали Вот Чего хочется Да Чего хочется Вот С камушками Понятно То есть Это будет у нас Что Давай Придимся Какой камень Чего мы хотим А какие есть возможности От желания Сначала Давай Мы сейчас От желания Будем к возможностям Ити Ну что Игорь Сергеевич Что насчет камней Что мы можем Черного Поставить Или белого Что у нас Красиво Без моветон Синего Поставить Ну синий К чему привяжем Давай какой-нибудь Правда Может быть рядочек Черный-белый Камушек Найдем То есть Под словом Блестящий Ты подразумевал Кожу А мы уже Как бы Пошли глубже В камни Не-не-не Можно и камни Но почему Я сначала Сразу же подумал Про какой-нибудь Скат Вот я еще Смотрю У вас же скат Блестит 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 А он Кстати Подходит Под вот Эти мои Штуки Мне кажется Что он Будет Прекрасно Смотреться А покажите Инкрустация Ската В принципе Да И скат Тоже вполне себе Крокодил Фаршированный Скатом Ух ты Крокодил Фаршированный Скат Кстати Но скат Вот реально Круто смотрится Я думаю Что он реально Будет круто Смотреться Ну Короче говоря Мне кажется Что скат Сюда Подойдет А ну-ка Ребят Вы что думаете Сейчас Но он По-моему Здесь Покрупнее Да Вот чем У вас Видишь У ската Тоже Разные части Шпуры Я бы Взял Ближе К краю Что-нибудь Вот такое Чтобы не было Такого Крупного Зернения Да Я думаю Что Блин Вот он Вот так Блестит Очень круто Я думаю Что это Вообще То Что Надо Смотрите Какой Блеск Просто Офигенский Это Все Косточки Косточки Конечно Если С обратной Стороны Посмотреть Вот Центральная Костяшка Называется Абитродензин Монолог Зуба Человека Ну Любого Никакликающего Ничего себе Это скат Полированный Они стесаны Поэтому Блестят Ааа Полированный А вот Это Полированный Да Это Полированный Это Такой же Скат Только Видишь Ты проще Покажи Кусочек Негрозина Покрашен Он Выглядит Короче Более стремные Шкурки У которых Не удалось Нормально Шелиховать Их Покрывают Сверху Красным Ну Вообще Это На основе Негрозиного Лака То есть Выглядит Дорого Богатый Да Он просто Бывает Разных Оттенков Действительно Красивый Да Мне Нравится Хорошо А как Вы Считаете Вот Такой Скат Для Моих Потребностей Целей Желаний Вот Чтобы Сочетать С Камушками Подойдет Слушай Тут важно На самом деле Не что мы считаем А что ты хочешь Да Мы же Начали С ресторана Господин Кстати Чай Кофе Желаю Он себе Я пью Я пью У меня Есть Да Тогда Может быть Обойтись Без Инкрустирования Или все Таки С инкрустированием Сюда Чего Хочется Просто Смотри Я Изначально Про ската У меня Как бы В голове Очень нравится Вот эта Композиция Которая Сейчас Есть Черная И Вот Этот Руль Штурвал Я думаю Может как-то Просто Сделать Либо Два Ремешка Один Из Ската Потому Что В принципе Смотрится Прикольно Мне столько Не надо Ремешков Ребят Два С ума Сошли Ну Нет Ну Скат Это прям Все что ты хочешь Если Можно Хорошо Какие еще Идеи Давай О чем Речь Я бы Может быть Какую-то Морскую Тематику Здесь Не знаю Якорь Не знаю Какую-нибудь Цепочку Выложил Из Кормушков Ну Что-то Такое Что Блядь Вообще Нет Ничего Другого Просто Ремешки Ската Как Так Или Иначе Есть В природе И Это Самое Простое Если Ты скажешь Пацаны Давайте Нарубить Мне Вот Этого Ската Дальше Можно Ставить На Паузу И Пойти Еще раз Выпить Они Они Хотят Посложнее Что Что То Такое Вот Прям Чтобы Ого Гей Потому Что Взять Какое-то Черное Основание Мы Сейчас Как раз Егоров Обсуждаем Опрос Полимер Ну Ладно С Полимером Пока Еще На Стадии Задумок Черное Основание Матовое Я Хотел Думаю Может Тоже Крокодила Взять Только Выбрать Ту Фактуру Которая Нам Больше Нравится И Туда Инкрустировать Какую-то Вот Такую Изюминку Блестящую Так А здесь Вот Типа Под Аллигатор Сделано Это Да Но Это Вот Оно Красиво Все Хорошо А я Хочу Что Другое То Есть Уже Аллигатор Как-то Будет Похоже Есть Какие То Или Скат У тебя Будоражит 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 Ската Не будем Ничего Нормально Хорошо По поводу Инкрустации Ведь Можно Действительно Он сам по себе Настолько Прикольный Что Я согласен Я согласен Видишь Если здесь Допустим Ремешку Из крокодила В общем Опять же Не самый Интересный Рисунок Но Он Разбавляется Вот Этими Вставками Они Не бросаются В глаза Но Только Когда На руке Ты Начинаешь Смотреть Они Конечно Цепляют Хотя Сдалека Вот Они Ну А Когда Целиком Из ската Ну Вот Что Сюда Еще Ничего Я согласен Только Скат Хорошо Только Скат Но Просто Мне кажется Что он Максимально Подходит Вот К этим Моим Штучкам А ведь Не поспоришь Прям Очень Подходит А Хорошо Вопрос Упс А Вопрос А вот Какой-нибудь Такие Штуки Мы Можем Делать Не Ну Давай Лучше Это Просто Мы Сейчас Амальте Покажем Опять Ж Можем Если Коротко Ответить То Можем Можем Да Чем хочется Ну Предвосхищая Вопрос Там Делать Вот То Что Сделал Морис Лакруа Это Проще Обращаться К самому Непосредственно Морис Лакруа Вот А мы Можем Какую-то Любую Форму Сделать Ну Условно Любую Допустим Там Может Такой Быть Вы Хотите Чтоб Меня Там Сожрали С По Трохами Вообще Не Мы Троллил А Вот Нос Кошачий Слушай Очень мелкий Рисунок Если Ужду Упора Нужно Какой-то Основатель Нет А просто Нос Без Усов Просто Нос Хорошо Давай Мы подумаем Что Мы можем Сделать Можно Так У нас Скат А что Ты Хотел Показать Что Это Эмаль Эмаль Потому Что Мы Можем В принципе На Металле Нарисовать Эмалью Запечь И Будет Бодро Смотреться И Это Все Делается В этих Стенах Вот Этим Самыми Руками Огонь Кстати А может Быть Просто Ну Вот Такой Маленький Нос Будет Смотреться На Скате Он Не Будет Перегружать Мне Кажется Браслет Он Потеряется Ну Как По Мне Надо Будет Очень Хорошо Попасть Между Вот Этих Чешуй Чтобы Вырезало Потому Что Сложность Ската Охоты Потому Что Весь Режущий Инструмент Убивается На Раз И Даже Лазером Даже Наличие Лазера Само По Себе Без Опыта Без Практики Тебе Не Позволит На Раз Нарезать Скат А он Дорогой Собак Не Режет Косяк По Большому Счету Что Делать Что Делать Думать Мы Сделать Сделаем Просто Важный Момент Я Понял Сложности Проблем Что С Фурнитурой Мы Под Родную Делаем Или Мы Поставим Стороннюю Да Под Родную А На Стороннюю Можно Сделать Нос Зме Искуситель Вот Вы Еще Не Видите Как Он Улыбается Можно Сделать Нос С Усами И С Амалью Покажи Ему Варианты Фурнитуры Посмотрим На Что Заведется А Там Дальше Прикинь Сейчас Посмотрим На Что Я Завожу Сюда Хорошо Блин Как Сложно Оказывается Выбрать Вообще Правильный Ремешок Придумать Выбирать Когда Это Что Готовое Для Готового Есть Маска Вот Кстати Вот Сюда Ты Предлагаешь Даже И Усы Мы Также Засатенируем Чтобы У тебя Все Это Не Блестело И Вот Туда Поставим Мне Кажется Только Единственное Что Мне Кажется Широкий Нет А Это Такой Размер Мы Сами Ремешок Делаем Можем Любого Размера А Кстати Я хочу Чтобы Он Чуть Сужался Сделаем Нужен штангенциркуль Давайте Да Здесь На самом деле Очень сложный Размер Будет Сужаться Конечно Ну Хорошо Договорились Тогда Делаем Вот Эту Фурнитуру Ну Кстати Это На самом деле Будет Мне Даже Комфортнее Чтобы Не Заморачиваться Я просто Здесь Чик 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 И у меня Новый Готовый Ремешок Потому что У тебя Повторимся Что Очень Хороший Стоковый Ремешок Прям На заглядение Поэтому Чего его Ломать И делать То что И так Отлично Себя ведет Удивительно У меня уже Больше двух лет Служит И вообще Смотрится Прикольно Ну Видишь Ты все таки Несколько Более Аккуратно Щепетильно Относишься К своим вещам Чем Среднестатистическим Мальчик Есть такое дело Есть такое дело Так Хорошо В итоге Мы выбрали Фурнитуру Здесь у меня Будут Усы Значит И И И Мы Выбрали Давайте Сейчас еще Дружок Не выбрал Фактуру То есть Что Хочется Мелкую Мелкую То есть Мы берем Края Делаем Делаем Вот Какую-то Такую Мелкую Без Вот здесь У Егора Вот эта штука Видно А я хочу Наоборот Мелкую Она будет Даже больше Блестеть Под мои Вот эти Мелкие Штучки Да Да И Мы Не будем Больше ничего На ремешке Этим делать Потому что Я согласен С вами Что потеряется Все И Тем более Мы сделаем На фурнитуре Мои усы Ну тогда Что договорились Смотрите Ребят А вот здесь Я уже говорил В начале Видео Вот здесь Я так понимаю В чем сложный момент Вот здесь Твердый он А здесь Менее твердый А здесь Еще Менее твердый А здесь Вообще Мягкий Такой Вот это Вот это Называется Супинатор Вот такой Егор Сергеевич Твой выход Давай Егор Сергеевич Вот как они Так сделали Что По моему Супинатор Как такового Если есть То совсем уж Ну хорошо Тогда мы Все обсудили Нет Подкладку А что еще Подкладку Семен А что С подкладкой Вот такую Какую-нибудь Что хочешь А вот такую Ребят Может что-то Попроще Нет Я речи Про что Хочется Шершавую Гладкую Так Шершавую Гладкую 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 Черную Цветы Тоже Черную И здесь Наверное Не получится Вот с этим Quick Release System Да Здесь Здесь Не нужно Да Потому что Здесь сложно Нет Нет У тебя Quick Release System Если только мы сюда Разместим Вот Да Оно Получается Очень Тоненькое Короче Стандартное Смотри Вот это Металлическое Звено Мы его Снимаем На него Монтируем Новый Ремешок Или мы Его просто Снимаем И здесь Без него Уже будет Новый Ремешок Ты как хочешь Можно И так И так А как Так Не понял Покажу Давай Чтобы нам Ничего не мешало Смотри Это вот Наш Козлец Любимый Есть ли он Вот такой Матовый Какой Мягкий Какой Это мы Говорим Про Внутреннюю Вкладочку Да Я вот Так же Скупился Прямо Схватил И понял Что Все Дайте Мне Это Козел Это Шевро Шевро Значит Как ни Странно По-французски Это Именно Это И значит Очень Приятно 8 долларов А Крутон Крутон Может Очень Дорого И мне Нравится Все Принято Мне нравится Сергей Покажи Что Он Сказал Своё Детское Слово Как Конструктор Вот Конечно Они По Видео Не Понимают Фактуру Текстуру Но Блин Ребята Это Очень Приятная Штука В Этам Тай Фишка Что Ты Можешь Полностью Кастомизировать Свой Будущий Ремешок Еще На стадии Фишка В том Что я Заранее Вижу И соглашаюсь Сам Что к чему И все равно Будет Некий Момент Творчества Потому что То что Сейчас Он лежит В рулоне Это Абсолютно Не то Что будет В изделии В рулоне Он так Иногда Непрезентабельно Егор Вот это Нормальная тема На подвал Он ее Спецой Для этого Все Хорошо Договорились Егора Получится Такой же По толщине Сделать Ремешок Он на самом деле Тоненький Да Потому что И скат Он вроде бы Тоненький Относительно Блин Я даже не знал Что это Типа кость Офигеть Вот Век живи Век учись Вообще Каждый день Узнаешь Что-то новое Ну так Пока ты так Живешь Ты собственно И живешь Как только Ты перестаешь Удивляться И Чему-то Учиться Дальше Уже Незачем Вот он Так блестит Классно Я просто Я уже знаю Что все Будет круто И мне Понравится Я как Саорока Мне это А прикинь мы Как кайфанем Это все Собирать Да Кайфанете Мы подключим Часа Я же первый Кто увижу Что получится Потом засунем В ту камеру Направим Свет И все Это оживет Заиграет Бликом Класс Значит Что В чем Прикол Вот что Был за вопрос Что внутри Ремешка Вот эта часть Вот к этой части С зубами Крепится Вот таким Штифтом И на втулочку Садится Здесь Как оказалось Действительно Есть супинатор Но он такой Очень маленький В принципе Не страшно Все делается Сейчас Все лечится Дорого Но делается То есть А вопрос был В чем Что Либо делаем Мы можем Снять Вот это Звено Короче Мы делаем Ремешок Прямо Вот сюда Если Очень Хочется А можем Сделать Чтобы он Крепился Вот это Звено Слушай Ну да Вариантов Короче У тебя два Либо простое Крепление Аля вот это До меня Доперло То есть Ааа Вот даже Егор Сделал С одной Стороной Так С другой Так Тема Смотри Оно Будет Либо Вот так Сделано Ну это Грубо Все Я понял Либо Вот с Двумя Зубами У нас СКА Даст Возможность Вот так С двумя Зубами Сделать Красиво Ну давай Так Сделаем Ну Некрасиво Усложнение Такое Приятное Хорошо Да То есть С этим Делаем Да Козер Смотрит Хорошо Ну да Белый господин Всего что не скажешь Все хорошо Не 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 Вот с этой штукой Приколь Да Договорились Круто Все Ребят На сегодня все Будем на связи Оставайтесь Не переключайтесь Дальше Много Подписывайтесь Не забывайте Ставить лайки Осознанные комментарии Что еще от них надо Хейт Деньги И хейт тоже А хейт Ну хейт Все Всем чава Какаю Типерсиски Пока